Тема семинара «Совещание» актуальна. В сложных экономических условиях, когда происходит разного рода оптимизации, не потерять внимание к семьям, где воспитываются дети-инвалиды. Поэтому вопросы реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями, уполномоченный по правам ребёнка в Республике Милана Скоробогатова, обсуждала вместе со специалистами Министерства образования, здравоохранения, Минтруда, а также с заместительными глав администрации по социальной политике, которым нужно на местах решать те или иные вопросы, связанные с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Участников форума поприветствовал глава администрации города Кумертау Борис Беляев. Я думаю, что мы сегодня с вами должны обсудить очень важную тему для нас, для руководителей, в том числе и муниципальных образований, чтобы мы могли здесь правильную, прозрачную выстроить логистику по работе с семьями, имеющими детей-инвалидов. И вы должны как можно ярче, громче кричать, говорить об этом именно главам администрации, чтобы мы могли включаться в эту работу более активнее, внимательно к этой теме подходить. И вы должны понимать, что вы не одни с этой проблемой работаете. И органы местного самоуправления, и республиканские органы власти должны просто как можно максимально включаться в эту работу. Уполномоченный по правам ребенка выразила благодарность главе администрации Борису Беляеву за неравнодушность к вопросам охраны детства. Так или иначе, встречаясь со специалистами, я прекрасно понимаю, что первичная задача на сегодняшний, конечно, это экономическая составляющая, как выжить, как сделать так, чтобы платилась зарплата, чтобы в домах было тепло, ну и так далее, и так далее. Вот все, что связано с экономическим блоком. Но, Борис Владимирович, есть у меня очень важное убеждение, что именно потому, как чувствуют себя дети, а особенно та категория детей, которая требует особой заботы, это и есть талакмусовая бумажка, по которой можно судить о нашей работе, насколько правильно мы ее делаем и в поле экономической. Ну и вот со стороны обращаемся к вам, знаем, как вы человек бесконечно неравнодушный к детству, и такие диалоги очень легко с вами выстраивать. И на самом деле вы уникальный город, в котором происходит все молниеносно, иногда на уровне взглядов за это вам огромное спасибо от всех специалистов, если вы меня поддерживаете. На примере работы, построенной в Кумертау, были рассмотрены вопросы, с которыми сталкиваются практически все муниципалитеты, в том числе принимавшие участие в работе семинара. Это представители Истерлитамахского, Зианчуринского, Кугорчинского, Мелюзовского, Довлекановского и Куергазинского районов. Общую единую задачу всех служб, учреждений, ведомств мы видим в создании доступной среды жизнедеятельности для таких детей и организацию грамотного сопровождения семей и их адаптации. Еще одна цель встречи – это обмен опытом. Так, например, участников заинтересовала информация о бесплатном посещении детьми-инвалидами и дошкольных учреждений. В Кумертау финансирование таких затрат происходит за счет средств местного бюджета. Милана Скоробогатова высоко оценила алгоритм работы с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию, когда на каждую из них составляют паспорт. На стадии разработки проект, в котором для решения острых проблем за семьями закрепляется депутат местного совета. Говорилось также о работе специализированных клубов, кружков и секций. В ходе заседания обсудили изменения в законодательстве. Так, например, о классификации и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы, рассказала заместитель руководителя бюро Роза Бакиева. Роза Мухаммедовна подчеркнула, что каждый случай установления инвалидности рассматривается согласно утвержденному перечню показателей. В целях обеспечения прозрачности установления ограничения жизнедеятельности, определения инвалидности, эффективности мер реабилитации инвалидов реализуются концепции совершенствования службы медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов. В рамках государственной программы «Доступная среда» Министерство труда и социальной защиты разработало новые классификации и критерии установления инвалидности. Впервые введен единый подход к проведению медико-социальной экспертизы граждан по всей России. Подробность информации о предоставлении социальных услуг детям с ограниченными возможностями рассказал начальник управления развития социальной инфраструктуры и интеграции инвалидов Дмитрий Дубровин. Вообще государством при установлении статуса ребенок-инвалид, после того, как ребенок прошел освидетельствование, устанавливается различными законодательными актами комплекс мер, который направлен, как мы уже сегодня говорили, и нужно доводить до мам, что это возможность в период получения инвалидности поработать с ребенком, чтобы исключить уже, чтобы ребенок мог сам самостоятельно жить. И вот сегодня предусмотрен большой комплекс соответствующих мероприятий. Если говорить о мерах соцподдержки, если говорим о федеральной составляющей, которая перед вами, ну, надо сказать, что дети-инвалиды – это категория федеральная, у нас с вами появилась такая тема, мы разделили льготников на федералов и регионалов с 1 января 2005 года, помните, как это все происходило. Значит, вот по «Дети-инвалиды» у нас является федеральной категорией льготников. И вот федеральным бюджетом на Республику Башкортостан предусмотрены такие средства, он, скажем, 2 миллиарда на этот год. Если мы говорим о мерах соцподдержки Республики Башкортостан, то мы наряду с федеральными установили свою. Это пособие по уходу дополнительно к федеральной, которая раньше была 1380, сейчас она за 6000 перешла. Которая тоже проблема, как бы сегодня есть у нас, будет большое количество обращений, что если мама работает, но ребенок тяжелый, и она эту выплату получить не может. Мы вчера выносили на госсобрание вопрос, попробуем, может быть, мы выйдем, поработаем с инициативой, просто мы считаем, что это как бы неправильно. Остро обсуждались вопросы, касаемые санаторно-курортного лечения, предоставления земельных участков семьям, где воспитываются дети-инвалиды, обеспечение лекарственными препаратами детей со сложными диагнозами. Программа семинара продолжила ознакомительная экскурсия в реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями. Это один из лучших центров не только региона, но и страны. Здесь оздоровительные процедуры проходят жители из разных уголков России, поделился директор учреждения Рамиль Абдулин. Гости посмотрели условия пребывания пациентов, перечень медицинских и реабилитационных услуг, кабинеты водолечения, массажа, физиотерапевтического лечения, светолечения и многие другие. Гости также посмотрели палаты для стационарного пребывания детей. Миланова Маратовна интересовали вопросы соблюдения санитарных норм и требований, виды занятий детей после лечебных процедур, оформление информационных стендов и многое другое. Центр является многопрофильным реабилитационным лечебно-профилактическим учреждением, где реализуются комплексные реабилитации и социальные адаптации детей и подростков. Проблемы детей с ограниченными возможностями здоровья никто не знает так, как родители, которые их растят. С целью объединить их при Центре самоцветы был создан клуб «Вера, надежда, любовь». Здесь собираются мамы с детьми, у которых сложные диагнозы. Так организуется возможность общения детей, ну а взрослые обсуждают наболевшие темы. Интересующие вопросы они задали уполномоченному по правам ребенка. Что касается в целом семинара, гости из соседних городов и районов говорят, что такие встречи полезны и поделились своими впечатлениями от увиденного в Кумертау. Такой семинар, который мы сегодня посещаем, он уже второй, потому что первый выездной семинар по данной проблематике был у нас в Литоматском районе. Мы проявили интерес для того, посмотреть, как у вас это направление в социальной сфере реализуются, какие-то идеи ваши перенять, сравнить своим опытом, свой опыт, чтобы в этом плане улучшить. Конечно, он полезен. Сегодняшняя встреча действительно была очень полезной и очень такой информативной. Узнали именно некоторые аспекты новые, узнали для себя о работе с детьми-инвалидами, каким образом вести учет, какие условия должны быть созданы, как организовывать обучение их с досуг. И посещение вот этих всех объектов, работа с инвалидами города Кумертау, дает, конечно, какой-то определенный настрой, что ли, или опыт для организации работы в своем районе. Очень интересный клуб откровения, когда мамы детей, воспитывающих в своих семьях инвалидов, объединились и решают какие-то свои общие проблемы. Это действительно нужно в наше время. Такая работа необходимо нам проводить. Я так думаю, что мы в своем районе тоже будем проводить работу в этом направлении. Ну и дети сейчас, инвалиды, они должны быть включены в общественную жизнь. У нас сейчас реализуется инклюзивное образование. Поэтому вот эту работу, вот то, что мы сегодня посмотрели, этот опыт нам очень полезен. Что-то будем перенимать, какие-то свои идеи будем воплощать в жизнь. Немалый интерес у гостей вызвала деятельность Центра адаптации для слепых и слабовидящих детей, подростков и молодежи «Современник», где есть спортивные занятия, киноклуб с стифлоновым переводом, занятия за компьютером, имеется специальный звуковой сканер для отображения текстов и картинок, тонометр, термометр и другие полезные вещи. Дети сами рассказывают обо всех возможностях. Торжественно встретили гостей в школе номер 10 города. Отметим, образовательное учреждение славится наличием кадетских классов разного направления. Девятый класс ФСБ встретил делегацию у входа в школу. Ребята продемонстрировали свою великолепную выправку и строевую подготовку. Гости прошли по кабинетам и залам. Милан Скорбогатова пообщалась с педагогами, а также с детьми, которые посещают школу. Не всякая школа может похвастаться оборудованием для реабилитации детей-инвалидов. В школе номер 10 на грантовые средства и, согласно федеральной программе, «Доступная среда» приобретены и сейчас успешно применяются инфомат, подъемник, спортивные тренажеры, оборудованы сенсорные комнаты. Все это увидели гости семинара. В нашей школе 61 ребенок с ОВЗ. Из них 9 инвалидов. 52 ребенка с ОВЗ, с задержкой психического развития. Дети занимаются по адаптированной программе. На каждого ребенка создана адаптированная программа. Каждым учителям, по каждому предмету. Индивидуальный подход предусмотрен. В школе у нас, мы смело можем сказать, что у нас инклюзивное образование, потому что каждый ребенок занимается по адаптированной программе. В заключении Милана Маратовна поблагодарила организаторов за активную деятельность и пожелала дальнейшей успешной работы. Дети должны знать, как защитить себя, если вдруг родного взрослого не оказалось рядом. И очень бы хотелось, чтобы эти программы касались и детей-инвалидов в том числе. Ну, наверное, это вот то, что я бы хотела пожелать, потому что время диктует свои условия. И я думаю, как взрослые, мы должны слышать эти условия и все-таки помогать нашим детям жить достойно. Спасибо.